В этом видео проведем сравнение размеров двух дифференциальных механизмов, показанных в прошлых видео. Первый с двухвинцовым сателлитом, второй с одновинцовым. Здравствуйте, уважаемые зрители, вы смотрите канал Инженер. В действительности, двухвинцовая конструкция, примененная в приводе соосных винтов самолетов Ту-195, Ту-114 и Ту-142, имеет три венца, так как мощность от Солнца к сателлитам передается двумя потоками. Итак, изобразим схематично первый механизм, отметив диаметры начальных окружностей зубчатых колес. Схема изображена в масштабе пропорционально числам зубьев. Так как солнечное зубчатое колесо в двух вариантах будет передавать один и тот же момент, то при сравнении механизмов примем допущение и будем считать, что диаметр этого колеса одинаковый для двух механизмов. Вспомним прошлое видео о механизме привода винтов самолета Ту-95. А именно то, что передаточные отношения для двух рассматриваемых механизмов определяются по одной и той же формуле. Для того, чтобы у этих двух механизмов были одинаковые передаточные отношения, их внутреннее передаточное отношение при остановленном водиле должно быть одинаковым тоже. Но эти внутренние передаточные отношения определяются по разным формулам. Для механизма, примененного в самолете Ту-95, внутреннее передаточное отношение равно минус 5 целых сто шестьдесят семь тысячных. Для простейшего дифференциального механизма оно определяется по формуле. Передаточное отношение равно отношению числа зубьев короны к числу зубьев Солнца с отрицательным знаком. Приравнивая это выражение с значением минус пять целых сто шестьдесят семь тысячных, принимая число зубьев Солнца, равное тридцать шесть, получаем, что коронное зубчатое колесо должно иметь сто восемьдесят шесть зубьев. Сателлиты имеют семьдесят пять зубьев. Теперь сравним размеры корон. Стоит отметить, что при одинаковых модулях зацепление Солнца с первым венцом сателлита и зацепление короны со вторым венцом сателлита связаны следующим соотношением. Как можно убедиться, восемьдесят четыре не равно шестидесяти девяти, а это значит, что эти два зацепления имеют разные модули. Чтобы не искать значения модулей, можно найти их отношения. Определим множители этих чисел. Таким образом, для приведения второго зацепления к первому необходимо число зубьев второго зацепления умножить на двадцать восемь двадцать третьих. Поэтому эквивалентное первому зацеплению число зубьев короны равно сто тринадцать. Значит, в случае применения простейшего механизма придется увеличить коронное зубчатое колесо на шестьдесят пять процентов. Сравним теперь размеры механизма. Наибольший диаметр для первого механизма определяется крайней точкой первого венца сателлита. Этот размер, измеренный в числах зубьев, равен сто тридцать два. У второго механизма наибольший размер определяется коронным зубчатым колесом, число зубьев которого равно сто восемьдесят шесть. Поэтому второй механизм на сорок один процент больше первого. Эту разницу можно видеть на изображенных схемах механизмов, размещенных рядом. Конечно, в этих расчетах не учтены размеры корпусов, толщины ободов зубчатых колес и связь нагруженности с изменившейся геометрией и другие факторы. Поэтому точность расчета невысока, но порядок значений будет такой же, то есть десятки процентов для механизма и полсотни процентов для коронного зубчатого колеса. Надеюсь, приведенная информация будет для вас полезной. Вопросы, как всегда, пишите в комментариях. Под видео ставьте палец вверх, жмите кнопку подписаться и спасибо. Также можете стать спонсором канала Инженер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!